Девушки отдыхают Девушки отдыхают И несмотря на то, что сегодня не совсем новогодняя погода Наша съемочная группа решила, пора готовиться к празднику И вышла на улицы Покровска вот так вот И поверьте, в интервью нам никто не отказал, а улыбались абсолютно все Ваше отношение к Новому году любите этот праздник или нет? Нормально, хороший семейный праздник Ожидание праздника больше вам нравится? Суета и подготовка или сама новогодняя ночь? Ой, я даже не знаю, и то, и то нравится Оно сначала надо приготовиться, правда, а потом отметить как следует Конечно, новогодняя ночь Суета у всех, суета Раньше был лучше Новый год, чем сейчас Потому что в наши годы было веселее, чем сейчас А сейчас молодежь совсем по-другому относится к этому Все-таки ожидание этого праздника, подготовка и суета к Новому году приятнее? Или сама новогодняя ночь? Ой, конечно, сама новогодняя ночь Мне наоборот Мне, наверное, больше, допустим, подготовка, вся эта суета Там подбирать подарки, подбирать украшения на Новый год, на елку Думать за сервировку стола Думать, подходит или не подходит Новогоднее платье, наряд и так далее Я очень люблю этот праздник, очень-очень люблю Но очень дорого сейчас Это ж праздник детства Ждем чего-то и любим Чего ждете? Чудо новогоднего Конечно, люблю Дети очень любят этот праздник Взрослые все-все-все любят Всегда праздничное настроение Это так волшебно, будто воспоминания с детства Там, елочка, там, я не знаю, как объяснить Ну, как с детства, как в сказке, вот Конечно, с детства люблю Но дело, праздник семейный А семьи мои взрослые дети и внуки живут в Днепре Я отмечаю, чем? Сухой закон, во-первых Соблюдая строго И кормоз на новогоднюю ночь Три километра в центре города Финиш возле дома, возле елки Возле института, вот так Ну, конечно, люблю праздник Напоминает детство Мандарины, елка, счастье Родные рядом, близкие люди Конечно, я думаю, все любят Новый год все очень любят Конечно, любим Мы очень его ждем Вот, ходили, скуплялись Купили Деда Мороза Елку уже поставили, нарядили Так что мы ждем Это праздник души Конечно, люблю Потому что все плохое остается в прошлом году И начинается все хорошее, наверное И вот до Нового года остались считанные дни Вы, как и все, уже запаслись бутылками шампанского И другими, более крепкими напитками Вас, как и всех, охватывают чувства Какие-то смутные надежды Вы вдруг задумались А нужны ли вам вообще всякие праздники И в частности, Новый год Может быть, изолироваться в эти дни от всеобщего застолья Ночного гуляния и так далее Оказывается, есть люди, которые терпеть не могут Новый год И предпраздничная суета для них словно пытка Для меня это как обычный день Ну, будний и обычный день Там ждут, ну, люди отмечают, ждут бой курантов Там, ну, в принципе, каждый день там в 12 часов ночи бьют те самые куранты Ничего, естественно, не случается Ну, будний и обычный день Суета там, да Все бігают, мотаются Непонятно, зачем бежать Чего бежать Ну, тем не менее Просто непонятно Вообще Такое явление Заходишь в магазин Наприклад, не можешь даже Элементарно купить Зайшел за пачкой из печек, да И стоять 40 минут, чи там час Час лишним в очереди Бо там скупляются люди Ну, как-то глобально скупляются Ну, а так, в принципе, ну Подарки, ну, подарки Подарки, это Целый год собрать деньги, чтобы тогда потратить на подарки Чи на праздничный стол Ну, это не я розумно, например Я так считаю Подарок можно в любой день сделать Если хочешь человеку приятно сделать Да, это не значит ждать именно Нового года Новую ночь, чтобы подарить там людине Якийсь подарок, да Ну, приятно сделать Это можно в любой день сделать, правильно? Анатолий, как оказывается, еще с детства не любит Новый год Праздники для него в тягость Не ждет он и не верит в Деда Мороза и Снегурочку А больше всего в самих сказочных героев Скажите, а может быть, из детства у вас вот сформировались такие взгляды на этот праздник Почему не любите все-таки Новый год? Да, с детства был такой случай В детстве в садику утренник Представляем картину То есть все же приходим Наприклад, там все сходятся Да, мы трошки опоздали Пришли Костюмчики уже разобрали Самые эффектные Осталися таки Ну, не очень Ну, на меня В принципе Крупным я был и в детстве То подходящего не было Был на размеры меньше Костюмчик Ну, тоже пошарпанный уже Такий затяганный Ну, тем не менее С криками и психами Вкинули меня в костюмчик Что это был за костюм? Ну, костюмчик был зайчика В детстве у меня все зайчики там были Кролики Поколение такое было Кружок вийшло Зайчиков Всі зайчики, как зайчики У меня все рострепано, розервано Хвостик отпал В руці пришлось держати хвостик Ну, якось Ну, после того как-то Вот такая реакция была у всего зала Выходим Всі ухохатуються Всі там, ну, вообще Всі на эмоції Детство не люблю Ни Деда Мороза, ни Новый год В новогоднюю ночь Кто-то наслаждается шампанским И апельсинами Обожает обильное застолье Шум и гам А мечта Анатолия Провести этот вечер В тишине и покое Как вы обычно встречаете Новогоднюю ночь? Как проходит у вас Этот праздник? Ну, обычно Покушали Типа повечеряли, да Некоторых начинается Это празднование И шести, да Там дня И заканчивается Аж до утра У нас оно там Під вечер уже Один в девять В десять Повечеряли Медленно перебираемся В зал На диванчик На любимый Включаем телевизор Днемся телевизор И спать Таких людей Даже пессимистами Назвать сложно Скорее всего Они реалисты Уверенные в том Что любое чудо Это результат Упорного труда А большие надежды Удел детей И мечтателей Многие готовы С удовольствием Дарить подарки Но считают Что нужно Обязательно Приурочивать Их к праздникам Кроме того Цены в магазинах Перед Новым годом Растут Как температура Во время простуды Да и вкусно покушать Можно в любой день Не именно 31 декабря Считает Анатолий Оливье Это уже Как бы Устаревший Такий Атрибут Так скажем Нового года Ну в принципе Оливье Оливье Ну Можно каждый день Готовить оливье Ну в любой В любой же день Готовить оливье Правильно Не только на Новый год Это Как бы Мои взгляды Например Я в любой Будний день Можу Позволить Соберить оливье Не именно Ждать Нового года Чтобы поесть оливье Но все же Некоторые Новогодние традиции Мужчине Соблюдать Приходится Накануне Каждого праздника Он берется Наряжать Лесную Красавицу Понятно Наряжаем Она бы мне Сдалась Объелка Я бы сказал Ну Это так Наряжаем Дитё Да Есть Дитё Хочет праздника Как бы Всех есть И нам надо Такого смысла Ну Как всегда Это так Наряжаем Чтобы дитя Был праздник Праздничное настроение Чтобы там Какой-то Подарочек Может Кто-то положит Не отказывается Анатолий От традиции Просмотра Новогодних Фильмов Это Наверное Единственное Что нравится Ему В эту Праздничную Ночь Наколоть Чашечку Чая Мастюся На диванчику Перед телевизором И буду смотреть Прямую Трансселяцию Городской Ёлки Бо На Городскую Ёлку Я не пиду Толпиться Там В толпе На морозе И прийти Пид утро Это точно Не для меня А вот так В семейном Кругу Вот Метер Новый год Есть основания Не любить Новый год И у тех Кто работает Врачом Спасателем Или полицейским И все потому Что волшебная Новогодняя ночь Для них Частенько Становится Кошмаром Количество Травм Отравлений Потерянных Денег И телефонов Растет В геометрической Прогрессии Любые праздники К сожалению Для медиков Это повышенная Нагрузка Начиная От повышенного Травматизма Если праздники Длительные То Это оборачивается Еще Гольными Интоксикациями Отравлениями Суррогатами Алкоголя Может быть Перееданиями Вот эти Которых Обостряются Хронические заболевания Панкреатиты Панкреатиты Гастриты Повышается Давление Хватает Сердеечко И так далее И тому подобное Поэтому Хотелось бы Конечно Пожелать Хорошее настроение И Именно Неконтролируемое Новогоднее Веселье Нередко Становится Причиной Пожаров Как показывает практика У нас В новогоднюю ночь Происходит Как правило Два-три пожара И Как правило Гибнет Один человек Потребление Спиртных напитков Приводит Негативным Фактором А также Несертифицированной Продукцией Пиротехнического Изделия Так Те же Петарды Которыми Сейчас Детвора Играется Они Крайне Опасны И могут Привести К трагичным Последствиям Не только К травмированию А еще И возгранию Чужих Квартир Например Не так Давно Было это Пару лет Назад Семья Которая Абсолютно Нормальная Адекватная Пожилые Люди Праздновали Новогодний Праздник И им Петарда Залетела На балкон И произошел Пожар Именно На балконе Приехали Конечно Потушили Не было Пострадавших Но вместе С тем Даже не знаешь Где ждать Беду А обиднее Всего Признается Владимир Анатольевич Что находятся Те Кто считают Вызвать Спасателей На тушение Мнимого Пожара Это Хорошая Новогодняя Шутка Тогда Становится Уж Совсем Не до Праздника Лузова Особенно Происходят В новогоднюю Ночь Как бы После Уже 12 часов Люди находятся Под изрядным Шофе И Очень много Ложных Звонков Происходит Люди Не понимают О том Что может быть В этот момент Кому-то Действительно Нужна помощь И всякого рода Глупые шутки С вызовом Пожарного Автомобиля Это Не совсем Правильно К тому же Это все Лечет за собой Уголовную Ответственность И потом Когда уже Люди Приходят С себя Скажем так Отрезвешь И понимают Какую глупость Они наделали Так на сегодняшний день Косвенный ущерб Новогодние праздники Провести потом Оплачивая Свою глупость А если говорить За прошлую Новогоднюю ночь Что у нас Произошло Два пожара Ну слава богу Посадов их не было Встречать Новый год На посту Приходится И правоохранителям Ведь согласитесь Нередко Шумные компании Которые Любят отдыхать Как сказать По полной Выходят За рамки Всех Нравственных норм За минулый Период За минулую Новоречную В прошлом У нас было Зареєстровано 8 поведомлень Громадян Про правопорушения З яких Доменували Самое Больше Это Скарги На Семейные Сварки А також Скарги На Гучную Музику Грубых Порушений Громадского Порядка За Зазначенный Період Допущено Не было Також Не допущено Жодного Тяжкого Злочину Адже Заскуєння Правопорушений Передбачена Административна И криминальна Відповідальність А саме Штраф Або Позбавлення Волі Тому я Закликаю Громадян Бути Законослухняними Бережить Себе Законослухня 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 И о подарках Родным И близким А как же Встречать Первый день Января Без обновки По статистике Именно на Новый год Многие готовы Потратить Все свои Сбережения А скажите Сколько вы готовы Потратить На этот праздник Ну Лично я Не очень много Ну Тысячу Чуть Не больше А на что В основном Тратите Подарки Внукам Правнучки Ну Тысяч пять На что Тратите На все Что попадается Что глаза видят То и покупаем Как у кого Семейный бюджет Как позволяет А на что В основном Будете тратить На продукты На подарки Детям Внукам Ну Потратить Половину Половину Своего Дохода На что На что В основном Тратите Ну Мясо Мясное Все Мясо Сыр Шампанское Мандарины Обязательно Особое Больше Это только На детей И всегда Только на детей Больше всего Тратится денег Могу сказать Почти все Что будет Все потратим На что Тратите В основном На подарки Родственникам Детям На стол Тоже Нужно Накрыть А так В основном На подарки Много Готова Потратить Сколько есть Такого И потратить То есть Весь кошелек Ну Да Да А на что Одна Надо По полной Жить Подкладываем День Вот Три тысячи Отложили И всех Потратили На подарки Сколько Есть Только И потрачу Чтобы гульнуть И все И все Что плохое Что в прошлом году Осталось И все Хорошо было И действительно За то Чтобы окунуться В мир волшебства И новых надежд Никаких Денег Не жалко Ведь все Мы Родом Из детства Где Обязателен В эту ночь Запах мандарин И присутствие Деда Мороза И снегурочки В первую очередь Новый год Ценят Именно за Сложившиеся Традиции Для Ольги Христюк Как и для Большинства Людей Это самый Главный Праздник Года К нему Молодая Супруга И мама Готовится По-особенному В нашей Семье Получилось Так Все Вот эти Новогодние Традиции Исходили От мамы Мама Когда была Ребенком В их семье Не принято Было Праздновать Новый год И она Всю жизнь Об этом Мечтала И поэтому Когда Мама Уже Создавала Свою Семью То мы С сестрой Мы очень Ждали Нового года Потому что На Новый год Нам дарили Не просто Конфеты Нам дарили Подарки Нам дарили Духи Какие-то Там Интересные Подороже Модные Сережки Золотые То есть Мы ждали Там будут Оховские Подарочки Новогодний Вечер Ольга Планирует Еще с ноября Ведь нельзя Упустить Даже самые Незначительные Детали Вплоть до Цвета Салфеток На столе Кстати Именно Новогоднему Меню В этой Семье Уделяют Особое Внимание Я добавляю В традиционные Блюда Ассоциированные С Новым годом Новинку Каждый раз Какой-то Новенький Салатик Мы делаем Главным Правилом Семьи Ольги В преддверии Нового года Являются Украшения Красавицы Ёлки Причем Происходит Это В дружной Компании Где Главными Помощниками Мамы И папы Становятся Дети Дочь Полинка И маленький Сынишка Ваня Кстати В семье Принято Каждый год На Ёлке Должна Быть Обновка Поэтому Поход По магазинам Мы каждый год Покупаем Одну Самую Красивую Дорогую Игрушку Посмотрите Какая Красивая Собачка Символ 2018 Года Это Именно То Что Я Искала Но И стоит Ли Говорить Что Именно Дети Ждут Новогодние Праздники С наибольшим Нетерпением Особенно Полинка На правах Старшей Сестрички Она Пишет Письмо Деду Морозу За двоих И конечно Как взрослая Мечтает Об исполнении Желаний Ждешь Деда Мороза Веришь В него Да Я жду Его Верю И очень Хочу Чтобы он Мне подарки Приносил Письмо Пишу Что хочешь О чем Мечтаешь Чтобы Дедушка Мороз Тебе принес Ну в этом году Я сначала Хотела собаку Но потом Передумала И захотела Себе Какую-нибудь Игрушку Экономить на новогодних праздниках в этой семье не заведено Здесь любят радовать родных и близких не только обильными вкусным столом, но и подарками К выбору сюрпризов каждому из членов семьи относятся с ответственностью Оля пытается порадовать каждого, не исключая и себя Подарки мы выбираем тщательно У нас Полинка пишет письмо Деду Морозу Вот мы его читаем Потому что Дед Мороз не всегда умеет читать И тогда выбираем подарочек, который нужен Полинке А Ваня у нас еще не умеет говорить и писать Поэтому Ваня вот смотрит рекламу по телевизору И говорит Это значит надо Ване Поэтому мы выбираем Ване Вот машинки мы ему купили Папа у нас хочет чехлы на машину очень Поэтому не знаю Как мы выберем чехлы Наверное будем выбирать вместе А вот маму, папу, родителей, бабушек, дедушек Вы тоже не обделяете вниманием, надеюсь Да Ну бабушки у них Вообще бабушки скромный народ Поэтому подарки у бабушек скромные Вот Бабушка всегда там халатик какой-нибудь Что-то чулочно-носочное Вот А с мамой в этом году мы решили сделать Ну наверное такие дорогие подарки Она и я себе Нам родные наши дарят деньги И мы покупаем себе красивые сережки золотые За пару дней до Нового года У Ольги длинный поход по магазинам Ведь пришло время закупать продукты В нашей семье наш стол новогодний Не всегда традиционный Поэтому сейчас мы будем выбирать вкусные сладости И овощи на оливье И на другие салатики Смотрите какие чудесные мандаринки Мы будем смотреть с Ваней А вообще я очень люблю помыли Будем брать помыло Хожу, прицениваю, смотрю Смотрите какой перчик красивый Желтый с красным В этом году все должно быть желтое Говорят Гот огненной земляной собаки Нет, земляной собаки Иногда молодой маме приходится Выстаивать длинные очереди Ведь в стремлении закупить побольше Съясного она не одинока К тому же каждый старается не забыть Приобрести продукты и для любимого блюда Ваш новогодний стол всегда богат Или вы пытаетесь готовить так, чтобы на второй день ничего не осталось? Не, наоборот, чтобы еще осталось И на подольше, чтобы дня два-три еще ничего не готовить А традиционное ваше блюдо на Новый год какое? Ну, там курочка обязательно Потом бы любил все пельмени, лепил всей семьей Или пельмени, или манты Всегда богатые Всегда, чтобы весь год был богатым А какое традиционное блюдо, любимое? Ну, как у народа, оливье А без какого блюда новогодний стол у вас не обходится? Оливье Оливье холодец А традиционное блюдо какие? Глинчики с мясом Бутер-уродики с икоркой, уточкой, лягусочкой, с яблочками Ну, что такое вкусненькое Блюдо? Салат оливье Салат оливье, холодец, все такое Да, да, да Все по старому как было, так и осталось Новых салатов нет А ваш новогодний стол всегда богат? Или вы готовите так, чтобы на второй день ничего не осталось? Все остается всегда Мы же села, мы не с города Ну, понятно А скажите Традиционное, любимое новогоднее блюдо, какое у вас? Я не знаю, оливье, наверное, стандарт Да, да, стандарт это Стандарт это оливье Оливье есть по-любому всегда Еще целую неделю можно свободно просто ходить и доставать тарелки из холодильника А скажите Очень много А скажите, традиционное блюдо, без которого не обходится в вашей семье ни один Новый год? Шубы, курица в духовке обязательно И всякие салаты Это как везде, это шашлык Это самое такое основное блюдо А так все по мелочам Нарезки Готовим, конечно, много Шуб в запас Да, шуб в запас был Ну, оставляем продукты, потому что шестое, вечеря, тоже надо стол готовить А ваше традиционное новогоднее блюдо, без которого вообще, ну, никакой Новый год не происходит в вашей семье Колодец, оливье это, ну, какие-то бутербродики, ну, у нас мясо свое, я сказала, кролика с тушем Не знаю оливье, как и у всех, и все вроде бы, селедка под шубой, может быть Оливье, как и у всех, это традиция, можно сказать Мандарины, шампанское, ну, блюда у всех одинаковые Оливье самое любимое блюдо и для мужа Ольги Алексея Ингредиенты для этого обязательного новогоднего салата всегда должны быть свежими и натуральными Подготовка к Новому году занимает у Ольги немало времени, но она говорит, что это того стоит Еще всегда мы, это обязательно, именно 12 часов ночи, вся семья вместе, мы пьем шампанское, мы смотрим поздравления президента Кушаем, а потом всей семьей идем на елку Ну, а чтобы праздник действительно удался, принес много радости и запомнился надолго, все должно быть продумано до мелочей В семье Христюк это задача Оля Оля у нас очень заводная девочка, она любит праздники, любит, чтобы все было красиво, чтобы на столе стояло красиво, нарезка хорошая Ну, вообще, старается она всегда, она любит это, очень любит, и детям пребывает Но, наверное, каждый согласится, что самая ожидаемая в новогоднюю ночь – это последние секунды уходящего года Ведь есть такой обычай – ровно в 12 часов загадывать желание, которое должно обязательно исполниться Сейчас, наверное, уже никто не скажет, откуда этот обычай пошел, но большинство из нас так или иначе его соблюдают Какое же желание загадают под бой часов жители Покровска и о чем мечтают дети и взрослые? Каждый человек мечтает в Новый год о чем-то, загадывает желание. У вас есть оно? Есть. Чтобы мои дети, внуки, правнуки все были живы и здоровы Вростные люди мечтают, чтобы дети были счастливы Чтобы здоровы были дети и внуки, родственники все, живы были и здоровы И в стране, чтобы людям легче чуть-чуть жить было Сейчас, допустим, у меня, чтобы было все спокойно в стране, потому что я училась и жила в Донецке, и мне бы хотелось туда вернуться Чтобы были дети здоровы, мир чтобы был, чтобы эта война уже надоела, чтобы все было хорошо у нас Взрослые тоже верят в Деда Мороза О чем мечтают? Всегда и в любом возрасте О здоровье для себя и для семьи Чтобы в семье было все хорошо, ребенок жив был, здоров, ну и благополучие в семье Самое такое главное Главная мечта, так как я родом в Завдеевке, главная моя мечта, чтобы не было войны там Это главная моя мечта, потому что там родственники мои, поэтому об этом я мечтаю Мира хочется, хочется мира, чтобы этот бардак, война эта закончилась Наверное, быть счастливым просто, чтобы рядом были дорогие люди, любимые все И больше ничего не нужно, а остальное как-то все само трясется И видя восторженные глаза детей и мечтательные лица взрослых Вопрос, нужно ли встречать Новый год, становится не таким уж существенным Что ж, скептики и пессимисты, романтики и мечтатели Кем бы вы ни были, помните об одном Что еще один Новый год в вашей жизни – это лучший подарок И не важно, где вы его встретите За праздничным столом или в теплой постели Самое главное, чтобы он был счастливым С Новым годом! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова